Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале ИнстаФорекс ТВ. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. Несмотря на отсутствие позитива участников рынка после принятия Палаты представителей США законопроекта по налоговой реформе, американская национальная валюта все же смогла обрести силу против своих конкурентов. Так, популярна на рынке Форекс пара евро-доллар после достижения трехнедельного максимума на уровне 1.19 подверглась коррекции. Уже к середине европейских торгов единая европейская валюта вновь пытается вырасти по отношению к доллару США. Британский фунт также стал жертвой сиюминутной эмоциональной вспышки радости трейдеров, опустившись в паре с американским долларом ниже уровня 1.3360. Когда же участники рынка пришли в себя, пара под названием «кабель» продемонстрировала коррекцию движения. Сейчас котировка пребывает вблизи уровня 1.3380. Инвесторы продолжают следить за развитием событий в отношении бракоразводного процесса между Великобританией и ЕС. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предполагает, что этот процесс за дезинтеграцией должен продлиться два года. Как утверждают эксперты, переговоры по данному вопросу могут состояться в течение ближайших двух недель. Тем временем валютные стратегии предполагают, что в краткосрочной перспективе на фоне оптимистичных новостей о Брекзит фунт вряд ли сохранит свои позиции в паре с долларом США. Впрочем, это касается единой европейской валюты. Сегодня будут опубликованы данные по изменению объема ВВП в США за третий квартал. Экономисты ожидают сохранения значения на уровне 3,3%, как указал консенсус прогноз, по сравнению с подъемом во втором квартале на 3,1%. Валютные стратегии предполагают, что если трейдеры останутся довольными опубликованной американской макроэкономической статистикой, то курс американского доллара по отношению к своим конкурентам может укрепиться. Это все к этому часу. Спасибо, что остаетесь с нами на канале ИнстаФорекс ТВ. До встречи!